Итак, наш недельный раздел Торы называется «Китецы. Что в переводе? Выйдешь». Это книга «Дворим» или «Второзаконие», 21 глава, с 10 стиха по 25 главу. И вы знаете, в этой главе содержится все 74 закона, их всего 613 заповедей, но в этой главе, именно большая часть, она содержится именно в этой главе, 74 заповеди. Я не буду их всех читать, я только возьму некоторые из них, и я хочу зачитать, о чем эта глава. Это глава о законе, закон о пленнице, закон о наследственных правах первенца, закон о восставшем сыне, о погребении и уважении к телу умершего, возвращении пропажи, законы о разводе, запрет собирать птенцов из гнезда в присутствии их матери, заповедь возделывания ограды вокруг крыши дома, запрет различных форм килаем, то есть это смешение растительных и животных видов. Описываются судебные процедуры, наказание за прелюбодеяние, изнасилование или соблазнение незамужней девушки и заложенное обвинение мужем своей жены в супружеской неверности. «Определенным критериям из еврейского народа запрещено сочетаться браком с евреями по крови, то есть это рожденным от запрещенной связи, мужчинам или празелитам из народов Маава, Омона и их потомкам мужеского пола, празелитам из народа Идома и Египта и их детям, лишь до второго поколения». И это самые такие яркие, их там намного больше, не буду всех зачитывать. И вот важно помнить, что сам раздел Торы, он где-то не совсем говорит о тех заповедях, которые там описываются. Но мы знаем, что название всегда содержит первое слово. То есть первое слово, я сказал, оно означает «и выйдешь». И здесь, в данном случае, китайцы, там больше говорится «и когда выйдешь на войну». Но опять же, мы смотрим, что в принципе многие моменты, они как бы не связаны вообще как бы с войной. Но опять же, глава Тора, она всегда говорит о первом как бы, ну, первом как бы значении, о том, что Бог говорит. И интересно, что здесь мы посмотрим не сами как бы заповеди, да, и значение как бы всех заповедей, потому что не хватит как бы времени и так далее. Но мы посмотрим именно общую идею всего этого. И есть общая идея, она есть. Если взять полностью всю главу китайца, то есть общая идея, еще есть такое еврейское понятие «тикун олам». То есть оно означает как «исправление мира». И это когда праведные поступки человека, они, ну, исправляют мир. Помните, мы говорили, да, то есть о том, что как можно изменить мир, а его можно изменить, да. Мы говорили о любви к Богу. Если ты будешь любить Бога, то ты будешь любить ближнего. А если ты будешь любить ближнего, то непосредственно изменится весь мир. И здесь как бы главная именно идея «тикун олам» – то есть исправление мира, то есть о хороших делах и хороших поступках. Конечно, мы говорим, да, мы живем как бы по вере, и все нормально. Но опять же, вера, она отображает наши поступки. Мы не можем жить по вере и не делать хороших дел. Это, ну, это невозможно. И я бы хотел бы зачитать одно из мест Писания, я не буду все зачитывать. Это о правильных поступках. Ну, одно из того, что Бог говорит. Это второзаконие, 22 глава с 1 стиха. Тут написано, «Когда увидишь вала брата твоего или овцу его, заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то приобрети их в дом свой, не навсегда приобрети». То есть, знаете, не сделайте, что «О, он там далеко живет, ладно, пусть остается у меня, да? И пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их, так поступай и со словом его, так поступай и со одеждой его, так поступай и со всякую потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего». То есть, не бери то, что тебе не принадлежит. То есть, это очень важно. Но в главе китайца говорится, есть такое тоже еврейское очень понятие важное. «Оно переводится как «Тебе нельзя уклоняться или проходить мимо». Другими словами, ты не имеешь права делать вид, что тебя это не касается. Ты просто не можешь пройти мимо. Это касается как бы всех сфер. Не вздумай игнорировать проблему, или не закрывай глаза на то, чтобы тебе сделать доброе дело, и делая доброе дело, ты совершаешь правду. Ну, к примеру, да, вот я хочу привести несколько примеров. Вы едете на машине, и вдруг на дороге что-то лежит огромное, и мы можем проехать мимо, то есть, да, объехать, вот, или можем поступить по-другому, потому что в темное время суток, может быть, кто-то не заметит. Слава Богу, знаете, я часто езжу, и бывает встречаются какие-то предметы, то ли, может быть, лежит какой-то, не знаю, кусок бревна, то ли, бывает, колесо лежит именно посреди дороги. Слава Богу, Бог уберег тебя, Бог дал тебе увидеть. Но кто-то может просто ехать намного быстрее, и кто-то может не увидеть. И я думаю, правильно, правильно, то есть, но не проехать мимо. То есть, да, это именно говорит об этом эта глава. То есть, остановиться или, допустим, убрать этот предмет, который может действительно произвести аварию, и ты можешь даже этим простым поступком спасть жизнь человека, или, может быть, даже семьи. И это очень важно. Там, помощь, допустим, тоже бывает, люди, ты едешь, да, там люди там ремонтируют машину, тебя останавливают, думаешь, да ладно, я спешу, мне некогда. Но именно здесь говорится именно о добрых поступках. То есть, ну, это может быть нелегко, но это нужно это делать. Да, там, или просто подвести человека, кто-то стоит, там, часто останавливают, ну, молодые мамы с детьми, как бы, и я стараюсь останавливаться. Я думаю, что, ну, кто водитель, я думаю, что вы, наверное, тоже это делаете. Иногда ты проезжаешь мимо, потом думаешь, боже, ну, надо было остановиться, ну, ну, как это, ну, не подвести, да. А тем более, когда еще идет дождь, там, или снег, да, там, или еще там. Найденный телефон, интересный вообще момент. Вот вы нашли телефон, а лучше айфон. И вот, конечно же, первая мысль, Господи, спасибо. Спасибо. Боже, спасибо, что ты дал мне этот телефон, я вот им наказался в то вместе, в то время, да. Или как вы думаете, ну, то есть одно из... И вторая мысль, Боже, ну, кто-то, видно, потерял телефон, и кому-то очень, наверное, больно. Может, он последние деньги отдал, а может, кому-то кто-то сделал подарок. Я думаю, что правильно, конечно, ну, найти, постараться найти именно собственника этого телефона. То есть это будет правильно, потому что, тем более, как бы, айфоны, они у них свои, там, заблокированные, заблокированные айклауды, поэтому вы не сможете им просто пользоваться. Там, ну, или помощь в нужде, там, да, подходит брат или сестра, там, о чем-то просит. Как помните, Ишуа говорит, не Ишуа, а Иаков говорит, да, что пользы братья, да, что если вы имеете веру, а дел вы не имеете. То есть, ну, как бы, я понимаю, что нужно иметь мудрость в помощи людям, ну, именно мудрость, но, тем не менее, есть по-настоящему братья, есть сестры, ну, есть люди, которые по-настоящему нуждаются в помощи, и нам не нужно, как бы, это отходить. Матфея 5,41. Здесь говорится, и кто принудит тебя, иди с ним одно поприще, иди с ним два. И интересно, что еврейский новый перевод, он говорит тоже более чуть-чуть, это же Матфея. И если солдат принуждает тебя нести его снаряжение один километр, неси два. Ну, и здесь, как бы, принцип, сделай больше, чем тебя, ну, от тебя просят. Знаете, ну, бывает, что тебя попросят что-то сделать, и да ладно, побыстрее бы сделать, чтобы отцепился. Нет, и шел вещь, что сделай больше, даже чем тебя просят. И иногда люди так делают. Ты делаешь, просишь одну вещь сделать, они тебе делают одну, потом делают, ну, как бы, еще одну вещь. Поэтому, то есть, это тот принцип. Не, пожалуйста, отцепись ли, побыстрее, как бы, отмахнуться. А на самом деле, как бы, все-таки еще сделать больше. И это касается всех сфер жизни. Военная, семейная, юридическая, социальная сфера. Также в этой главе говорится о... То есть, нельзя тебе обижать пленницу. Да, то есть, там, как бы, смысл такой, что если ты, допустим, завоевал, и у тебя оказалась пленница, даже если она пленница, ну, как бы, да, ну, твоя, ты не имеешь права, как бы, ну, ее обижать. И вдруг она тебе понравилась, ты ее полюбил. Ну, как бы, там в этой главе написано. И вот решил, как бы, на ней все-таки жениться. Вот красивая пленница, все понравилось. Но там дается время и срок, то есть, не сразу жениться на ней, потому что эта девушка, да, женщина, она, возможно, потеряла свою семью на войне своих родных, близких. И, то есть, написано, дай ей время оплакать, ну, своих родных и близких. То есть, дай ей время все-таки, ну, прийти в себя. То есть, не... Ну, как бы, это неправильно. То есть, о том, что вот она твоя пленница, ты что хочешь, то и делаешь. То есть, потому что... То есть, дать ей предоставить время, чтобы она сама была готова с осознанием, что все-таки она находится здесь, и нужно ей сделать выбор. Закон о непокорных детях. Это тоже второзаконие, 21 глава, там 18 стих. Интересно, что этот закон, он защищает где-то родителей. Ну, хотя в прошлом законе именно говорится о том, чтобы родители, они не лишали прав детей, как бы, это тоже, как бы, важно, да, то есть, наследствие и так далее. То здесь следующий закон, он принимает меры, чтобы дети оказывали почесть и уважение, и исполняли свой долг перед родителями. Помните, есть заповедь, да, что если дети будут слушаться и почитать, то продлятся дни жизни. То есть, это, ну, как бы, это Божия заповедь, почитая отца. То есть, даже послушание родителей, детей к родителям, это одна из заповедей. И вот интересный момент, чтобы дети, они были, как бы, исполняли свой долг, то есть, перед родителями. Ибо божественный закон, он не лицеприятен. И вот можно обратить внимание, что когда дети, они могут радовать своих родителей, ну, а могут и огорчать каким-то своим неправильным, как бы, отношением, поведением и так далее. И здесь указано, что если ребенок, он ведет себя греховную, как бы, ну, греховную жизнь, да, то родители, они не имеют права закрывать на это глаза. Видите, здесь вот, как бы, этот закон, да, то есть, здесь или ты не проходи мимо, чтобы сделать добро, или не проходи мимо, и не закрывай глаза, когда ты видишь какое-то беззаконие. То есть, здесь, как бы, вот, в этом, как бы, вот, именно идея сама. И ты не имеешь, то есть, родители не имеют права закрывать глаза на то, что делают дети, потому что ты, то есть, в этом ты или поощряешь, или ты потом впоследствии воспитаешь необузданного ребенка, и будет большая проблема. И в этом законе прописан уже тот момент, когда родитель уже не может справиться. То есть, ни отец, ни мать уже просто, ну, ну, не может, все, что ты делал, не может справиться. И тогда что, что происходит? Так, ну, тут говорится за сына, да, может быть, дочерям все позволительно, видите, слава Богу, за девочек. Ну, это и так, конечно, они тоже нуждаются, как бы, в воспитании, в любви и так далее, в воспитании в любви. И здесь, конечно, говорится за сына. И тогда буйного сына что делали? Приводили к старейшинам и говорили, у меня буйный сын, я не могу с ним справиться. И тогда священники принимали очень жесткие меры. И меры были очень жесткие, то есть, там об этом все описывается. И сейчас никто камнями побивать не будет детей, сейчас законы не изменились, но, тем не менее, если родители не могут справиться, ни родителей, ни, может, старшее руководство, никто, но есть наш высший законодатель, тогда, скажем так, дети или люди, они попадают именно уже под воспитание нашего Господа. Поэтому, ну, вот так вот. И в завершении, впрочем, смотрите, эта голова, она говорит о том, что живя в этом мире, мы не должны жить, как будто мы не живем в этом мире. Знаете, моя жизнь на небесах, вот там идет война, я не буду этого касаться, там что-то еще кого-то обижают, угнетают, ну, наша жизнь на небесах, как бы я, меня это не касается, и вообще не вступать, то есть, это противоречит, это неправда, это не так. Поэтому Писание, оно говорит, чтобы мы защищали тех, кого обижают, что если мы живем там, в том месте, или в городе, или в стране, где происходит, то есть, мы соль земли, мы свет миру, и мы не имеем права проходить мимо тех несправедливостей, которые встречаются в нашей жизни. И это наша ответственность. И слово еврейское, латухаль, леотхэлэм, мы не имеем права делать вид, что мы не замечаем. Поэтому пусть Господь вас благословит, направит, даст вам смелости просто быть светом и солью на этой земле. И делай то, к чему Бог призвал. Твоим Ищуло. Аминь. Твоим Ищуло.